Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прелещен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если и пребудет в вере и любви и всятости с силомудрием». В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышим наставления святого апостола Павла, которые можно отнести к каждому верующему Господа Иисуса Христа человеку. Прежде всего апостол напоминает своему ученику Тимофею о Виолице и всем нам о двух важнейших столпах подлинной христианской жизни – о вере и доброй совести. Святитель Феофан Затворник поясняет. Главное и в посомых, и в посущем – вера и благая совесть. Вера обнимает все веруемое – Бога в Тройце, поклоняемого Творца, Вседержителя, Промыслителя, Искупителя, Освятителя и Судью. И то, что Он, желающий спасения всякого грешника и устроивший дивный для всех образ спасения, примет и меня с верою, приступающим к Нему за спасением, и спасет, как Сам ведает. Совесть же, благая, требует жизни, украшенной целомудрием и правдою, любовью и благочестием. Тот же, кто попирает совесть, по сути, не брежет и верой. Святитель Иоанн Златуус призывает. Везде нужна нам возлюбленная вера. Вера – мать всех благ, врачевство ко спасению. Без нее невозможно усвоить ничего из высоких догматов. Подобно тому, как люди, усиливающиеся переплыть в море без корабля, хотя и могут немного проплыть, действуя руками и ногами, но, простираясь далее, скоро поглощаются волнами, как и те, которые руководствуются только собственным разумом, прежде нежели чему-нибудь научиться, претерпевают кораблекрушение. Как и Павел говорит, что некоторые относительно веры подверглись кораблекрушению. Мы знаем, что примеров отступления от веры в истории Церкви Христовой было множество. Да разве и сейчас, в наше время, не находятся такие люди, которые в угоду своим эгоистическим целям проповедуют ложные учения, смущают умы и человеческие души, совращая их с пути спасения. Такие люди только прикрываются именем Божьим, но сами далеко отстоят от Него, распространяя и поддерживая различные еретические веры висповедания. Всякая попытка притолковать по своему божественную истину ведет к отступлению от Бога. Упомянутые в сегодняшнем апостольском чтении имени И.Александр проповедовали, что воскресение из мертвых уже совершилось, и свершилось в лице Господа Иисуса Христа, а потому всеобщее воскресение ждать не стоит. По их мнению, в вечности достойна лишь душа, без тела, ведь тело – это не что иное, как просто некая темница души. Указанные лжеучителя нанесли большой ущерб Церкви Христовой своим учениям, и поэтому апостол столь жестко отзывается о них и их дальнейшей участи. Апостол, как сам об этом говорит, предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Мы понимаем, что данное наказание было произведено Павлом вовсе не из ненависти или злобы по отношению к еретикам, но исключительно для вразумления имени И.Александра, для пробуждения в них покаяния, а не для пщения. Отлучение от Церкви – это не какая-то магическая операция, похожая на языческое заклинание. Отлучение есть отделение от Церкви, от причастия, от молитвенного и просто человеческого братского общения с другими православными христианами, членами общины. И этим апостол показывает, что быть отлученным от Церкви – величайшее несчастье. Потому что отлученный человек оказывается вне молитвенного покрова Церкви, он остаётся без приобщения телу и крови Христовым, становится духовно обнажённым и беззащитным. Блаженный Феодорит Кирский пишет по этому поводу, «Будучи отлучены от тела Церкви и лишены благодати Божией, они подверглись жёстким ударам дьявола, впадая в тяжкие болезни, страдания, утраты и другие бедствия». Остальные же, увидев происходящий от хулы вред, естественно, должны были переменить свой образ мыслей. Апостол Павел предал отступников сатане во измуждение плоти, чтобы они, претерпев физическое и душевное наказание, скорби и лишения, в итоге пришли к покаянию и чтобы дух их был спасён в день Господа Иисуса. Что же следует делать для того, чтобы не подпасть подобным прещениям? На этот вопрос также и мы видим ответ в сегодняшнем апостольском отрывке. Святой апостол Павел наставляет, «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью». Следовательно, главным средством для защиты от всевозможных уклонений от истины является не что иное, как молитва и добродетельная жизнь. Преподобный Макарий Египетский советует, «Приступай к молитве и обращай внимание на сердце твое и на ум. Желай, чтобы чистая молитва высылалась тобой к Богу. Преимущественно же смотри при этом, чиста ли молитва, занят ли ум твой Господом, и когда преклоняешь колени свои на молитву, не расхищают ли помыслов твоих другие?» Святые и чистые руки будут только у того христианина, который проявит твердость своей непорочности, прославится несомненной верой и доброй совестью. Причем относится это не только к мужчинам, но и к женщинам. Так святитель Анзлатуус пишет, «Равным образом, — говорит Павел, — хочу, чтобы и женщины приступали к Богу без гнева, без сомнения, чтобы имели чистые руки, чтобы не следовали своим вожделениям, чтобы они украшали себя стыдливостью и целомудрием». Истинному последователю Христа стоит украшать себя нетленными сокровищами, которые имеют ограничения во времени, но внутренним богатством добродетелей, добрыми и милосердными делами, обеспечивающими вечное жительство на небесах. Тот же святитель Анзлатуус замечает, «Ни камни, ни золото, ни драгоценность одежд, ни дорогие разнообразные цвета, красок, и ничто иное из подобных тленных вещей не украшает душ, но вместо этого посты, священные бдения, кротость, скромность, бедность, мужество, смиренно-мудрие, терпение, презрение всех вообще предметов настоящей жизни». Помня об этом, будем стараться выстраивать свою духовную жизнь именно так, как об этом говорит нам святой первоверховный апостол. Ведь только таким образом мы можем надеяться на унаследование вечного блаженства во Христе Иисусе Господе и Спасителе нашим, которому слава по веки веков.